Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Я Таймурас Мамсуров, выпускник СКГМИ, профессор, не удивляйтесь, работаю на кафедре политологии. И сегодня я с огромным удовольствием хочу поговорить с вами на тему политическая культура. Я выбрал эту тему для беседы с вами, хотя бы потому, что в конце 80-х годов прошлого века, обратите внимание на мой возраст, конец 80-х годов прошлого века. Я защищал диссертацию, три года не работал, тема которой была формирование политической культуры хозяйственных руководителей. В основном ГМИ, это те, которые хотят работать в основном в сфере народного хозяйства. И эта тема мне была очень интересной, потому что по образованию базовому я, как вы понимаете, инженер, инженер-строитель. Я хочу вас сразу попросить, не обязательно записывать то, что я буду говорить, и даже запоминать не обязательно. По ходу нашего разговора вы почувствуете, что лектор говорит какие-то странные вещи, о которых, скорее всего, нас на экзаменах, на зачетах спрашивать не будут. Моя задача с высоты своего опыта, и жизненного, и профессионального, посеять в вас сомнения, по крайней мере, в том, что нам вдалбливают, как прописные истины. Это лучшее состояние человека, когда ты сомневаешься даже в том, что кажется совершенно очевидным. В 80-е годы формирование политической культуры, три года в библиотеках, тогда не было ни интернета, за каждой уникальной книгой надо было за несколько месяцев раньше записываться в Ленингу, идти, сидеть, анализировать. Не зря потрачены были эти три года, но теперь, по прошествии стольких лет, я понимаю, что тогда было очень легко ее писать. У нас была руководящая, направляющая сила, это Коммунистическая партия Советского Союза. Эта роль была записана в Конституции, в 6-й статье. И понятно, если партия принимала решения на ближайшие 5 лет, каких целей достичь в разных сферах экономики, в культуре, в социальной сфере, здравоохранении, образовании, то это принималось как непоколебимая задача. И формировать политическую культуру у хозяйственных руководителей, у руководителей вообще, это значило заставить их поверить в мудрость партии, чтобы они убежденно отстаивали эту линию, проводили ее в жизнь. А для этого партийные организации использовали разные формы и методы своей работы. И тот, кто разделял линию партии и проводил ее, как говорили, неуклонно в жизнь, тот считался человеком высокой политической культуры. Ну а тот, который позволял себе сомневаться в том, что это правильный курс, того обвиняли в бискультуре, и он рисковал потерять свою должность. Честно скажу, сегодня бы я не взялся за работу, если бы мне пришлось писать опять диссертацию, кандидатскую, по этой теме. Потому что сегодня нет никакой путеводной звезды, никакой доминирующей идеологии, нет руководящей и направляющей силы, такая как партия. Более того, все открыто, мы подвержены огромному массиву информационных атак, идеологических атак, психологических атак. И в этих условиях сформулировать способы, формы и методы формирования у кого-то политической культуры, отбрасывая его как активного участника этого процесса. А тогда было так, ты хозяйственный руководитель, сиди, мы тебя научим политической культуры, если ты будешь, как говорят, рыпаться, то тебя быстро поставят на место. Так вот сегодня, когда люди по каждому вопросу имеют собственное мнение, я не думаю, что кто-то способен сформулировать те способы, методы и формы, которые бы мы применили для того, чтобы формировать политическую культуру у какой-либо категории. Вместе с тем, есть общечеловеческие ценности, есть психология, как наука, есть исторический опыт, есть народы, которые прошли через толщу веков, и являются народом, тем, которым они были, с особенностями характера, особенностями овладения по времени и по интенсивности тем или иным видом способа производства. И все эти факторы, гораздо больше, чем я пытался перечислить, конечно, формируют и политические взгляды. Поэтому даже давать дефиницию или определение понятию политической культуры я сегодня не буду. Специалисты в этой области уже понадавали их более 40 штук. Каждое из этих определений верное. Вы их найдете в энциклопедиях, в учебниках, преподаватели вам их скажут. И все они правильные. Речь идет о том, что совершенно очевидно, что политическая культура – это часть общей культуры человека, и человечества, и общества на том или ином этапе его развития. Будьте личностями и индивидуальностями в этом смысле. Легче всего рисоваться в толпе. Вот, кстати, слово «толпа» сегодня – это не вульгарное слово и даже не ругательное слово. Сегодня многие философы, социологи, психологи, особенно психологи, выделили эту категорию в отдельный объект своих исследований. Потому что человек сегодня ослаб и начал искать свое место в толпе. В толпе реальной, виртуальной, не имеет значения. И там, и там действуют одни и те же законы и правила. Толпа вообще не обладает моралью, потому что у нее нет собственного мышления. Достаточно сказать, что толпа академиков ничем не отличается от толпы сантехников. И та, и другая есть толпа, которая живет по присущим им законам и принципам. Потому что быть в толпе – это возможность освободить себя от какой-либо ответственности. В то же время чувствовать, что я с кем-то. Я как все, я вместе со всеми. Нас много, поэтому мы правы. Это фактически сумма слабаков и посредственности. И это единственное место, где можно спрятаться за спинами таких же слабаков и производить громкий шум, при этом визжать счастье от осмысления своей значимости. Поэтому эффект толпы, который растворяет личности и нивелирует, совершенно истребляет лучшие человеческие качества, индивидуальные, на воспитание которых семья, родители, общество тратит очень много времени, толпа эта нивелирует и превращается в скопище страшных людей. В Библии подробно описано распятие Христа. Даже Понтий Пилат сомневался, он «давайте разберемся», он время просил разобраться в вина. Может, виноват, может, он вообще ни в чем не виноват. Но толпа орала «распять» и все. Святого человека, самого чистого человека на земле, толпа, большинство, народ, как они говорили, мы требуем распять. Распяли, а потом еще центурион римский, чтобы убедиться, что Иисус уже мертв, еще тыкал в него копьем в ребро. Это библейский сюжет, написан для того, чтобы мы тысячи лет думали над этим. Как видите, уроков не извлекаем. Так вот, уровень политической культуры и тем еще определяется, насколько реально и адекватно выдвигаются на том или ином этапе политические цели, лозунги и методы. В наш социалистический период партия тогда руководящая, она сообразила, что что-то не то насчет всеобщего равенства и всеобщего благодействия. И выдвинули тогда, у нас был социалистический лозунг в обществе. От каждого по способности, каждому по труду. Вовремя сообразили. И, в принципе, это было очень важным воздействием на психологию масс. Это позволило тогдашнему законодательству дать определение такому субъекту нашего общежития, вечному субъекту, как тунеядец. В законодательстве его написано, за тунеядство арестован на 15 суток метелкой подметает город. Не работать было нарушением закона. Труд был почетной обязанностью. Это позволяло вот этих ленивых мечтателей преследовать. И они прятались, они боялись, что если он три дня на работу куда-то не вышел, его быстро за шкирку притащат и будут спрашивать, ты за счет кого собираешься здесь жить? Что сегодня у нас? Конституция, ныне действующая в России, поменяла это понятие. Сегодня многие понимают, что, скорее всего, погорячились. И там написали, что труд – это просто право. Хочешь – трудись, хочешь – не трудись. А психологический тип лентяя, он никогда не исчез, он всегда был. И человечество, по большому счету, хочет быть лентяем. Все, что изобрело человечество, начиная с колеса, огонь, паровую машину, двигатели внутреннего сгорания, все, что человечество изобретает, изобретает только для того, чтобы освободить себя от работы и наполнить свою жизнь как можно большим количеством личного свободного времени. То есть, понятно, тенденция идет к тому, что вот когда мы все изобретем, еще компьютеры, которые вместо нас будут думать, уже у нас есть роботы, которые вместо нас подметают, скороварки, которые все готовят. Вот мы никому не позволим, чтобы вместо нас кто-то ел и спал. Остальное все мы изобретем. Так вот, психологический тип человека, лентяя, он живуч. А у нас они сегодня стали безработными и ходят с торжественным видом безработных. Вот возьмите газеты, там написано, требуется на работу. И тут же безработные. Конечно, понятно, что причин для того, чтобы уклониться от любого труда, очень много. Допустим, я пять дипломов, и все они юридические имею. А почему я безработный? Тенденции к обществу. Очень много таких нужно высказать. Но вот тогда, в социалистический период, вот этот лозунг действовал, и он нащупал опасность претензий на равные права. Теперь о некоторых словах, понятиях, которые часто используют в политике. Начнем с демократии. Все же слышат кругом демократии. Мы чуть раньше, я вам говорил об этом, понятно, что демократия – это у нас власть народа, да, демократия. В энциклопедиях, в учебниках мы обнаружим, что это просто форма организации общества в древних греческих городах, полисах. Ну, вроде все ясно, но уже древней Греции в том виде давно нет. Древние греческие города стоят в руинах, а это слово написано на всех знаменах, за которыми через сотни лет, через тысячи лет люди идут, оставляя за собой реки крови. Крови своих братьев, своих близких, своих соплеменников. Вот у нас в России набросились на царя, долой самодержавие, власть народу, власть учредительным собраниям. Демократия нужна была. Поняли, что сотворили со страной, что стало с этими учредительными собраниями и какая власть досталась народу. Чуть попозже вся свободная Европа легла под товарища Гитлера и по его приказу и под его знаменами двинулась на спокойный мирный Советский Союз. Почему? Потому что у нас, видите ли, тоталитарные государства и народы Советского Союза надо освободить от рабства, сталинизма и обеспечить ему демократию. Видели, чем это кончилось? Чуть позже Соединенные Штаты Америки в 80-х годах объявили Советский Союз империей зла. Рейган встал и говорит, ну Советский Союз это империя зла, у них нет демократии, надо ее туда принести. И с помощью наших тогдашних либералов-поломков уничтожили такую великую страну, как Советский Союз. Сегодня им тоже не нравится Россия, вы же слышите их? Они не могут Россию простить ни Южную Осетию, ни Абхазию, ни Севастополь, ни Крым, ни Мюнхенскую речь Путина. Они опять говорят, что такое Россия, это тоталитарные государства, там нужна демократия. Теперь санкции, это только Россия. А посмотрите, что они сотворили с Югославией, Ливией, Ираком, что сегодня они творят в Сирии. И на флаге у них написано, демократию мы будем устанавливать, а для этого вас надо закидать бомбами. Значит, что-то не то с демократией. У вас есть реальная возможность очень критично проанализировать все то, что вокруг этой организации общества происходит. Когда-то Черчилль почувствовал, что что-то не то с демократией, он решил прийти ей на помощь и со свойственным себе юмором, но точно сказал, что демократия – это худшая форма правления, если не считать все остальные. Возможно, это так. Но даже худшие формы правления имеют какие-то положительные грани. Вы сами позанимайтесь этой темой, потому что вы политологию, особенно те, которые изучают, должны уже анализировать как личности. Что же касается справедливости, мне кажется, и я настаиваю на том, что со справедливостью надо очень внимательно разобраться. Я, например, настаиваю с точки зрения справедливости на том, чтобы в общество вернули смертную казнь. Я об этом заявляю и на высоких трибунах, я об этом заявляю на встрече с руководителем нашего государства. Я убежден, что смертная казнь, приведенная в соответствии с законом, в исполнении – это высшая форма справедливости для тех, кто ее заслужил. И тут выскакивают опять моралисты. Совет Европы убедил Ельцина в том, что давайте не будем, это жестоко. Нам говорят, не ты дал жизнь, и тебе ее забирать. Ну, не мне имеется в виду, а обществу, что я дал Бог. Есть примитивный вопрос, это тупой вопрос, на него надо тупо отвечать, что не ты дал жизнь тараканам, не тебе их дихофосами брызгать. А по-серьезному, по-серьезному, речь, общество не должно быть злым, и оно не должно мстить. Это подмена понятий, правосудие и месть – это разные вещи. Если человек совершил злодеяние, которое в законе, законом, принятым в этой стране, карается смертью, он должен быть казнен. Он не должен иметь привилегии. У него две привилегии по сравнению с любым тем, кто не убил. Первая привилегия – он знает, что его не убьют, если поймают. Поэтому у него привилегия – спастись в зале суда от реальной мести. А вторая – пожизненная привилегия. Его будут кормить в день три раза и попробовать ему не додать какой-то белок, калорию, правозащитники поднимут вас на штыки, на вилы. У него привилегия – постоянно нарушать великую заповедь о том, что хлеб свой насущен, добывай, обливай спотом, править туда. Он не будет обливаться. Он будет лежать и надеяться, что в стране опять будет переворот, придут другие, объявят амнистию и так далее. Поэтому я настаиваю на том, чтобы смертная казнь была. Но нам говорят, что это несправедливо. Поэтому вопрос справедливости или несправедливости, он часто очень личный. Но общество должно слышать доминирующее настроение. Те же американцы почему-то не отказались от смертной казни. У них в большинстве штатов смертная казнь плевать на всякие там европейские штучки. Потому что они знают, что это сдерживающее начало. И когда к Конфуции спросили, зачем ты поддерживаешь традицию резать баранов, это же жестоко, баранов жалко. Он ответил, между нами разница. Ты умный человек, а я, наверное, нет. Но разница в том, что ты переживаешь за баранов, а я переживаю за традиции. Если традиция предусматривает резать баранов во славу чего-то, то мы должны это делать. Также если общество наше считает, что насильник, террорист, убийца детей и другой, другой, другой целый набор преступлений должен быть казнен, государство должно смириться с этим и внести в свое законодательство соответствующее положение. Казнить по закону и никакая это не месть. Тем более в России смертную казнь никогда под аплодисменты не проводили. Те, кто нас сегодня учит морали, политической культуре, они забывают, что в той же Европе утром объявляли, что в обед будут казнить кого-то. И весь город собирался с детьми смотреть, как будут его казнить, и аплодировали. А в России сгоняли на то, чтобы смотреть на смертную казнь. И матери детям закрывали глаза, чтобы они этого не видели. И тем не менее мы, доброй, совестливой нацией, должны казнить, и это будет справедливость. Поэтому вот эти диапазоны от всепрощенчества до справедливости должны как маятник покачаться и остановиться в соответствии с законами физики на той стадии, которая называется равновесие между добрым, благородным поведением и суровым, безжалостным наказанием того, кто это заслужил. Ну и последнее, наверное, слово, которое заезженное, о котором уже много сказано, это слово «свобода». Я не буду мучить твое время, я хочу оставить минут 10-15 на вопросы. Я убежден, что свобода – это только внутренние качества человека. Как бы эти свободы не были описаны в белях о правах, в конституциях, в законах, ничего они не будут иметь никакого значения, если ты сам не способен брать ответственность на себя и делать собственный выбор под свою ответственность. Опять наглядный пример. Возьмите Коран, возьмите Библию. Они все написаны для того, чтобы мы знали, чего делать нельзя. Там описано только то, чего нельзя делать, за что ты будешь наказан и в этой жизни, и в той жизни. Всего 10 заповедей в Библии, ну и 5 столпов Корана и остальные, несколько запретов, которые выписаны в самом Коране и в хадисах пророка. И за столько веков мы их не соблюдаем. Мы делаем свой выбор не в ту сторону. Это все равно, что вот пошли вы на курсы, вот девочки особенно сейчас все побежали на курсы этих водителей. Вот вам правила дорожного движения выписаны, а мы их нарушаем. Вот и я к свободе отношусь так и прошу над этим и вас задуматься. Все эти великие книги и мудрости, это правила дорожного движения в жизни. А дальше езжай куда хочешь. Если правила предусматриваешь, что это тупик, а ты прешь туда, ну и пожалуйста. Только потом не обвиняй ни общество, не говори, что глава республики, мразь поганая, с парламентом там сидят, неизвестно чем занимаются. Если написано, что поворот налево, а ты прешь направо, это твой выбор. Поэтому, дорогие друзья, я вам советую и над этим подумать. Что такое свобода? Свобода это ты и твой выбор. Но эта свобода очень тяжелая, потому что потом обвинять некого. Себя надо обвинять. И совершенствовать себя, и не лениться делать правильные выборы, те, которые установлены обществом и законом. Ну и последнее, коротко. Сейчас вы тоже слышите о глобализации и так далее. Буквально в двух словах, мой взгляд, на это глобализация как процесс неизбежный. Ну неизбежный. Границы открыты. Интернет, свободное перемещение товаров, услуг, свободное перемещение рабочих ресурсов, интеллектуальные силы перетекают из одной страны в другую. У нас есть вот в этом году, да в прошлом году, в этом году, у нас статистики еще нет, где-то 70 тысяч наших с вами жителей Осетии побывали за границей в разных странах. Они все видят, от них уже ничего не спрячешь. Поэтому глобализация как процесс и с точки зрения человеческого общения, культурного обмена, обмена взаимопроникновения, экономик, он неизбежен, его не остановить. Но, как всегда, когда вам что-то громко говорят и радостно показывают, как говорят фокусники, следи за руками. Что-то он тебя сейчас вытащит, раз так громко заговорил об этих делах. Так вот, у глобализации есть одна опасная вещь, это идеология глобализации. Вот когда нам говорят, все же объединяется, мы говорим, да, а тогда что нам еще, давайте все сделаем одинаково, как у нас, как у вас и пошла. Мультикультурализм. Первые немцы, самые рациональные люди в Европе, они признали, да, ребята, провалилось это. Оказывается, каждый народ все равно хочет оставаться самим собой, где бы он ни был. Если я осетин, я и во Франции буду осетином, и вы меня не заставите валяться в присутствии старшего, курить при своей матери, пить со своим отцом за одним столом, что бы вы ни говорили, как бы вы меня не обвиняли. Точно так же арабы будут пять раз в день совершать намаз, точно так же католики будут Рождество праздновать не тогда, когда все. Вот преодоление всего этого, а теперь вы видите, хотят разрушить традиционную семью. Ну раз мы все одинаковые, что нам еще на мужчин и женщин делиться. И вообще, это же не просто теперь уже права человека. Как пошутил один уезжающий из России, говорит, я смотрю, здесь вы уже это поощряете, надо сваливать, пока это не стало обязаловкой. Вот идеология глобализма, ее надо улавливать. Я вижу, что вы все симпатичные девчата и ребята. Я желаю вам успешной учебы, успешного завершения, окончания этого вуза. Я советую вам оставаться быть патриотами Осетии, как бы она вам не нравилась. Я никогда не позволю себе критиковать ваш возраст, потому что сам в нем был. Я знаю, что есть такое же неистребимое качество у молодежи. Оно и у меня было, у всех нас было. Мы как-то считаем прям своих собственных родителей какими-то отсталыми неудачниками. И боготворим наших далеких предков. Когда-то и ваша очередь настанет, и про вас тоже скажут. Эх, вы даже не знаешь, с какой стороны войти в интернет. Не знаю, что вам будут говорить, но я вам советую быть сильными, добрыми, яркими и умными. Спасибо.